Добро пожаловать в бойцовский клуб. Сербань, Алексей. Один из продажных судей. Вот таким я хочу быть. Это нормальное явление. А первое твое такое международное выступление? Я обделался. Как так? Я такой ниндзя, и тут меня, если бы кулаками по моему лицу, он бы просто меня не почувствовал. Мне так нравилось, как мной вытирали пол. Почему так получилось, что выиграл Данила? Мне, кстати, этот бой больше всего понравился. Очень много людей считает, что дейское решение было несправедливым. Тут ребят сразу видно купили. Прибыльно. Ну, сейчас как бы. Просто да, такой бой сорвался. Я думаю, сорвался он. Почему он так сделал? Потому что он почувствовал жесткую позицию. В последний момент он хорошечно ему приложился и попал. Но за счет этого не может поменяться картина боя, когда он проигрывал. Для начала хочу поприветствовать всех зрителей, которые сейчас включили этот классный подкаст на нашем канале OnStyle. Меня зовут Осман. Со мной рядом Роберт Робертович. У нас сегодня в гостях. Хочу представить по очередности, по возрастному, да, будем? Как удобно. Карагезов Николай, рефери в нашем октагоне. Человек, о котором мало кто знает среди наших зрителей, как человека раскрытого. Поэтому сегодня мы в полном масштабе раскроем эту интересную личность. И, соответственно, один из судей, один из судейского состава... Продажных судей. Ну, сразу давайте как бы ясно снесем. Заявку просто я срогу. Конечно. Ну, я принимаю заявки. Щербан Алексей, титулованный кикбоксер, чемпион мира. Да, да. Европу два раза Кубок мира выиграл. Да, два раза Кубок мира выиграл. Синги залазовым боксировал. Сейчас же узнаете, это топ. Трещины ему в лицевой кости даже сделал. Поэтому перед тем, как говорить, что судьи неправильное решение вынесли, ребят, эти моменты помните всегда. У них есть ролики в ютубе, я думаю, найдете. Леша и в первом сезоне, да, говорил, что принимает заявки по поводу... Ну, ни разу не получилось заработать, Роберт, у тебя на промоушене ни одного продажного боя, к сожалению. Хотя... Хотя можно было бы, да? Конечно. Так, ну, у нас сегодня есть несколько тем. Для начала, перед тем, как начать обсуждать это все, я бы хотел побольше о вас узнать, ребят, побольше, чтобы наши зрители узнали о вас. Коль, вот если кто-то подписан на Николая, если нет, мы обязательно подсветим это в нашем подкасте. Очень активный инстаграм, что у Карагеза Николая, что у Щербаня Алексея. У тебя, я знаю, что такой огромный кусок жизни занимает воспитание своих детей непосредственно и воспитание детей в своей спортивной школе. Да, да, я являюсь тренером бойцовского клуба «Молот». Больших достижений у нас пока нету, мы совсем недавно стартанули. Вот, это как бы одна из моих главных целей, да, воспитание нормального здравого поколения. Второе, это, вернее, наверное, первое, это воспитание моих детей собственных. Вот, я считаю, что я себя нашел в этом, и это мое предназначение. То есть, главная задача у меня есть, то есть, как-то так. Они причем у тебя в школе и занимаются, твои дети? Сын, сын, да, ему 8 лет, он занимается у меня. Вот, доченька средняя, она занимается у моей супруги, она преподает стретчинг, суставная гимнастика. Вот, она занимается с ней, вот, ну, а младшая пока вот занимается обучением ходьбы и познаванием мира. Это очень прикольно на самом деле, да? Ну, это моя душина. У Коли с самого начала, он-то чуть-чуть умалчивает, у него вообще семейная семья, вся спортивная, у него отец, если я не ошибаюсь, мастер спорта, да? Ну, он не мастер спорта, но он тренировался хорошо. Ну, он тренировался очень, ну, я знаю лично отца, ну, общаюсь и дружу, также с Колей общаюсь, у них очень такая спортивная семья, его отец в свое время очень хорошо боксировал. Ну, и, собственно, он семейную традицию продолжает, потому что я активно слежу в социальных сетях за вами. На самом деле, очень-очень классно, когда направление в семье у всех одно. Ну, спортивное, такое прям, знаешь, с самого утра ты просыпаешься утром, берешь телефон в руки, начинаешь, ну, у меня, по крайней мере, так, начинаешь листать, и первые сторисы, которые я захожу, это Николай Карагез, потому что он с утра просыпается, по-любому у него утро настолько активное, что у тебя ты аж сам просыпаешься. Он там где-то на море с ребятами, что-то со своими, знаешь, они там что-то тренируются, вообще очень круто. Ну, и Леша тоже не отстает, у него тоже семейный спорт. У меня, на самом деле, да, и он очень похожий. У меня с супругой спортивный клуб «Династия», я тренер по боксу, она по художественной гимнастике. У нас с Колей очень похожий. Да, 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 да. И она воспитывает детей, да, и Леша воспитывает детей, в принципе. Я бы хотел, чтобы полностью ребята раскрылись. У Коли за спиной начало карате, да? Давайте, да, расскажу немножко, как это все было. Наверное, как у всех все это начиналось с фильмов, да, тогда это были... Жан Клонтва, да, джигитя. Попозже немножко у меня началось, наверное, с индийских фильмов, это Джимми, там, Митхун Чакра Борти, вот эти все несуразные поединки, да, но это было единственное, на что можно было смотреть, да, а потом позже уже, наверное, Брюс Ли, который сорвал мне крышу, как и многим, наверное, ребятам в то время. Безусловно. Да, я тренировался, фильмы в Унчаке, сестра приносила книжки, там, кунг-фу, восточные единоборства, как это все там делать. Видиков тогда еще не было в то время, где-то только они, возможно, начинались, это вот начало 90-х. Вот, и потом как-то дома сижу, вечером приходит отец и говорит, быстро переключайте, там, телевизор, там, мы переключили, и там шел фильм. Кикбоксер Ван Дамм, уже финальный поединок его с Тонг По, и когда я его увидел, я понял, что вот таким я хочу быть, вот таким я хочу быть, так же хочу бить круто ногами, растяжку. Короче, через, да, через, там, день-два я уже сидел на шпагате, то есть, ну, я был такой фанатик, одним словом, вот, и показывал везде этот шпагат. У отца в каюте висела фотография, где я сидел там на двух шпагатах, на двух стульях, вернее, там, с плакатом Ван Дамма. Вот, и записался на кикбоксинг, кикбоксинг тогда был очень неразвит, это лет 7, наверное, мне было, где-то так. Нашли тренера, он преподавал, он сам был каратист, вот, и приходил еще параллельно тренер, Эдуард Кисян, все его знают, тоже мастер спорта международного класса. Вот, приходил, ставил нам базу, там, бокс, руки, ну, какую-то школу бокса он, то есть, нам рассказывал. Мы уже как-то вместе пытались это все слепить, там, ну, что-то как-то получалось. Турниров не было, было скучно, мотивация тоже пропадала, вот, и как-то, ну, я не знаю, года 4, наверное, 5 спустя, там, один знакомый грек, очень хороший дядька, говорит, в Кабардинке есть турнир, поехали туда, и все, я загорелся, у меня, ну, в моей голове начался фильм, да. Все, ты идешь на то самое противостояние, да? Я уже в этом фильме, главная роль, да. Сразу мешок бить, но начал усердно тренироваться, уже на следующий день соревнования, как бы, я начал усердно в этот момент заниматься, готовиться. Поехали туда, первый день, я не боксирую, все боксируют, я расстроился. Второй день, тоже никто не, я не боксирую, все боксируют, я в слезах, ну, как так, все ребята боксируют. Короче, в итоге я попадаю в финал, Ваня Коротков, помнишь ли, что? Да, помню, да, они же братья, три брата, вот старшего я попадаю, да, и начинаю с ним махаться. Бой был славный, да, 2-1, а дали ему, я расстроился, плакал, короче. Ну, не знаю, не могу вспомнить, кто по-настоящему победил, дрались дома, ну, дети, что там, не важно. Вот, и по приезду, получается, я уже к этому тренеру не вернулся, не потому что что-то мне там не понравилось, ну, он делами занимался, бизнес, то есть уже тренировки пошли на спад. Я попал на Кёкушин, Камару Османову, это было в гараже еще. А, еще во второй школе не было? Да, нет, еще в гараже, да, мы занимались, вот, когда я увидел его технику, технику пацанов, как они били ногами, я подумал, блин, вот он, Ван Дам, в реальном мире, то есть он был очень жесткий, жесткий человек, и ей сейчас он шестой дам в Краснодаре преподавает, в Краснодаре, да, здоровья ему и всех благ, это я считаю его своим первым наставником в жизни. Настоящим? Да, он воспитал во мне многие качества, там, мужские качества, в первую очередь, вот, попал у него занимался, много подрался по Кёкушину, выполнил норматив первого дана, получается, черный пояс, край выиграл два раза, на юге два раза становился, и два раза на России становился. Вот такой у меня путь. То есть мастер спорта ты? Да, да, ну, если переводить на... Там же нет, там черный пояс, первый дам. Вот, и как-то в школе, это был шестой класс, я знакомлюсь с человеком, он занимался боксом, уже был финалистом России, левша, длинно руки, и мы начали там шутить, баловаться, начали играть в пятнашки, и он просто меня растерзал в этих пятнашках, я подумал, как так, я такой ниндзя, и тут меня, если бы кулаками по моему лицу, он бы просто меня не почувствовал, я понял, что нужно заниматься боксом. Он меня познакомил с тренером Алисой Пилыч, казах, многие его в городе знают. Ну, конечно, Алиса Пилыч. Многие его в городе знают, хлебосольный человек, очень помогает детям-беспризорникам, сейчас уехал в Казахстан, ему тоже здоровье. Огромный привет, да? Да, огромный привет. Это мой тренер первый по боксу, мы тренировались в шмоньке, зала тогда еще не было, позанимались летом, мне очень понравилось, и все, и началось вот это блуждание по залам. По залам, ну, как-то пришли в 32-ю школу, Болдыж Дмитрий Юрьевич тренировал тогда, и Савкин Николай Захарович. И вот я попал к ним, и уже остался тренироваться там. Пару лет я занимался там, и мне говорит брат мой, почему ты не идешь в кикбоксинг, ты бьешь очень хорошо ногами, у тебя поставлены дворы. Да, по ходу твоего сейчас рассказа, у меня даже у самого в голове, почему именно в кикбоксинг не пошел. Начал параллельно заниматься кикбоксингом. Начало получаться, то есть у меня было как, день я ходил на бокс, день я ходил на кикбоксинг. Какое-то время так. Получалось, начал показывать хорошие результаты, выключал много людей с ног, с рук у меня сложно получалось, то есть как-то не клеилось это все каратешное с боксом, ну как-то, а вот ногами у меня довольно-таки успешно получалось заканчивать бои, и потом я как-то, а, и получилось, как я закончил с кикбоксингом. Я, кстати, выиграл по кику, получается, край, Юги вторым стал, Россию два раза выиграл, на Европе стал вторым. Это вот самые мои большие достижения. Норматив мастера спорта международного, получается, я не выполнил. Переход мой в бокс. У меня начала болеть жутко спина, травмы, там, уличные в основном, падения, лыжи, вся эта вот беда в это время... Начало сказываться, да? Да, не было чувства такого инстинкта самосохранения, да, и, короче, не спортом я себя угробил, но вот начала болеть спина, я начал сниматься с боев, и думаю, только бокс этого будет достаточно. И вот лет, наверное, 16-17 я уже начал выступать по боксу, местные турниры, край, там, на Горбатко боксировал, уже по мужчинам. Высоких результатов в боксе не добился, ну, вот как-то так мы в жизни... Горбатко же мастерский турнир, да? Да, там я и выполнил норматив, кандидат мастера спорта. По боксу? Да, по боксу. Один раз, по-моему, я даже выиграл, честно, сейчас обманывать не буду, это было давно, но два раза точно, вот одно, второе, второе и какое-то, либо второе, третье даже может есть место. Ну, вот как-то так. Потом боксировал, по профессионалам чуть-чуть попробовал, совершенно случайно, уже, можно сказать, я не боксировал, занимался работой каким-то бизнесом приехал в город меня попросили выйти на замену александр нури до сыграла что-то мое мужское захотелось как-то еще себе стрихнуть еще стрихнуть до выиграл и после чего начали люди спрашивают тренируешь не тренируешь то можно записать и вот как-то так наверно начало плавненько перешел когда перешел к тренерской карьере до работая тренером я все равно продолжаю себя поддерживать потому что без спорта спортсмены рассыпаются безусловно и морально тоже кстати да и поэтому я себя держу форме моё мнение что каждый тренер ну опять же это сугубо мое личное мнение каждый тренер должен на своем опыте показывать что может и что ты можешь сам и именно у личным примером показать детям там или своим воспитанникам ну да говоря о личном опыте я думаю что своих воспитанников также не только в спорте не только в боксе но и морально я и сам лично присутствовал на таких тренировках воспитывает сербань алексей не ну я как их воспитываю где-то леща вот без этого не к и вообще как бы им в данное время мне кажется нужно какие-то понятийные моменты приз прививать потому что ну они у них много чего им не дают сейчас родители то что нам давала улице да там какие-то сейчас этого абсолютно знаете вот сейчас я перебью так маленько тебя для того чтобы тебя же разогнать я такую тенденцию сейчас наблюдаю что что и молодежь которая сейчас выступает в тех или иных видах спорта достигнув какие-то скажем вершины да там то того же мастера выполнив по любителям или выступив пару раз в профессионалах немножко теряют почву под ногами когда я познакомился с лёшей это было наверно лет так 7 до назад 7 8 назад да я совершенно не знал кто это то есть такое знаешь компаний на и знакомство было меня познакомление мне не говорили это лёша вот он там чемпион мира или чемпион европы не такого не говорили мне просто осман знакомься это лёша мы с ним соответственно познакомились из того момента наверное мы виделись еще раз десять после этого такое вот простое такое настоящее поведение этого человека настолько меня сильно впечатлило что я от него самого то есть от человека самого я узнал чем он занимается и кем он вообще ну как бы является на спортивной арене расскажи нам расскажи вот этот путь который тогда ты со мной поделился который ты мне рассказал я думаю что всем будет тоже так же интересно как нам классно рассказал слушай ну вот у меня вообще начиналось все идентично как у коли потому что это были знакомы кстати я вообще с кемерово а ты с кемера я оттуда да это такой преступный достаточно городок у меня отец тоже он из ну как бандиты у всех вас задать держали какие-то рынки у него там постоянно какие-то мальчики спортсмены рядом с ним были забирал меня там привозил на тренировку вот и у меня было такое там бокс и карате тоже с фильмов ван дамма вот кстати брюс лиме никогда не раз я думаю ну какой неприятный худой отвратительный тип так пищит нет но безусловно конечно то чего он добился его там техники его там это все но с виду он мне в детстве не нравится ну еще я же лучше чем чек рабочим я же это я же молодой ну как он моложе чем коля я тогда еще ребенок я думаю ну не ну в будущем по-любому бы в деливере работать такой на этот на доставку суши похож вот а вот ван дам да вот ван дам у меня вот фильм кикбоксер кровавый спорта зашел сердечко туки-туки ты чё там как раз такие времена были когда формат именно новый пошел такой близко к что-то потому что сейчас снимают я тогда боксу вот но так у меня больше карате вот все 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 а потом так обстоятельства сложились у меня бабушка они с дедушкой на юг ванапу переехали я с ними год жил и там я вообще пошел на дзюдо вот походил вот но ты себя и в борьбе попробовал тут еще это на самом деле идет сейчас если бы если бы время вернуть назад я бы наверное остался бы там потому что мне так нравилось как мной вытирали пол это было вообще ну просто феноменально на самом деле как вот потом через год я там год где-то прожил на приехали в новороссийск я пошел в десятую школу 10 школа ну для местных жителей все знают там афанасий владимир никифорович легендарнейший просто тренер просто да ему глубокого роста да там машина я прям ему благодарен за левый сбоку левый печень вот никто не вечер вот и лучков владимир борисович там это кикбоксинг они в одном зале уже были до в одном зале то есть деление и у меня вся вот моя молодость там вот все мое пребывание в новороссийске все вечера это с пяти до семи афанасий владимир никифорович 7 до 9 лучков владимир борисович вот и от постоянно в боксе я я все время как бы балансировал меня не было отдельно бокса день на кикбоксинг я и там и там старался выступать но в боксе да честно могу признаться там сложнее там где-то еще как тебе сказать посерьезней что ли но куренции больше там и конкуренции больше и где-то политика есть тоже потому что я помню я был сильнее а меня не брали потому что я там ну не воспитанник там того то чего да я я думаю всех это знакомо это нормально и взяли его а меня через весовую и как они удивились когда я даже был недовеском через весовую я единственный кто медаль привез да да по боксу поэтому ну блин я благодарен на самом деле владимир никифоровичу потому что от руки все я потом выступал они тебя кормили да да я потом выступал по профессионалам по по кику и вот там мои руки то есть все замечали я если не вывозил хотя с ног я тоже был хорошо потому что база карате у меня было у широ по печени постоянно вылетала но вот база которую мне дал афанасий владимир никифорович это конечно это руки я всегда знал все есть я что-то не вывожу с тайцами вот опять же с чингизолаза у меня был бой я просто перекрылся и пошел его щупать везде ручками потому что я ноги понимал он уже он уже после первого раунда с моими ногами переспал сразу своими лоутиками просто я думал железные прутья или кто мне по ногам бьет да там их просто перестал чувствовать да я просто перестал чувствовать меня потом после боя на следующий день на руках как унесли но серьезно я не мог встать первое твое такое международное выступление я обделался это был как раз первенство мира я в составе сборной россии причем я был сборной колокольчик боксингу оба те бога все пока это вот серега лепинет знаете который сейчас бьется по профикам это вот сюда которые вот мои ровесники вот с кем мы были в сборной алексей папин да вот вот ну я того как бы времени это вот все ребята кто кто меня окружали вот я поехал на первенство мира в составе сборной я уже ну такой думал я обстрелянный парнишка я тут и юфо и там на россии там четыре боя все то есть ну нормально я вообще не переживал не горел и приезжаю туда и вот это вот чувство ответственности то что ты представляешь россию международный турнир там все так круто серьезно все это я первый раз я так обделался и вот вышел первый бой с казахом и юрков меня выводил это сейчас тренер женской сборной по моему краснодара по боксу динамом вот вот он меня выводил я первый раунд проиграл так этому казаху просто я серьезно я тогда из крипто не ты разлюбил да вообще мне так короче я выхожу и мне юрков будет слушай ты че сюда приехал ну с таким боем ну ты не вывезешь и все ну то есть с таким боем ты не выиграешь и вообще можешь ну вам дедолго по счету да круче он такой был жесткий чувачок и вот я выхожу да во втором раунде я делаю нокдаун по печени свертушки а в третьем уже по бороде все вот на лида соответственно выиграл бой и потом еще три боя я выиграл на мире я счастливый мы потом поехали в рим я накупил себе куча ненужной фигни потратил все деньги которые давали родители короче ну хотя мне б уже 18 лет было но все равно бог сдает о себе знать все таки никуда не денешься надо мужчины удары удары на поэтому лучше ребята шахматы плавание я не знаю что ты два раза кубок мира брал до кубок мир один раз этот кубок мира был в турции один раз был но в анапе его даймонд называют мне тогда дали я участвовал в галлофинале и всем давали алмазы бриллианты и спонсори кута были но назывался как куда а мне дали путевку в турцию я тогда расстроился лучше вы дали бриллиант лучше вы дали бриллиант я это путевку подарил маме с братом они короче у меня младший брат есть вот вот он сам бист он хороший человек и он поэтому умный он закончил с красным дипломом этот сельхоз лишь кубок или первенство нет это был кубок кувальта был кубок и выигрывал именно что я в его первенство мира это в этом ты выбираешь свои кубы да но сначала это в италии просто кубок и первенство мира это это разный 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 уровень вот первенство мира которое было в италии там было жестко там было серьезно вот там тоже выиграл до этого то что я первый раз когда побывал за границей первый раз я побывал сборной а потом вот еще вот эти любительские первенство мира кубок мира а потом пошли вот уже мужики и пошли профессиональные бои вот у меня И профессионалы, конечно, там другой момент. Это уже раздел лоу-кика, правильно? Уже не фул. А я и по любителям по лоу бился. Я не бился по фулу, я по фулу бился до какого-то момента, и все. Потом у меня фул слоу, а потом К1. По профессионалам я уже К1. На тот момент же тогда, правильно, Коль, тогда же было две федерации, да? Ваку и Аякс. У меня Ваку. Ваку тогда был кик. У Аякса они больше позиционировали фул, по-моему, сэми. Да, Аякса. Нет, фул, сэми, да, было, лоу-кик, по-моему. Лоу-кика в Аяксе не было, это точно. Вообще тогда с лоу-киком проблема была. Раньше был фул и лайт, по-моему, был. А потом добавили лоу, а потом лайт появился. Ну, Ваку, но вот они позиционировали, у них лоу-кик был. Да, и К1. Я тоже нет-нет выступал даже по любителям. То есть были какие-то такие залетные моменты, турниры. На самом деле, раньше, я не знаю, за счет чего, то сейчас, когда работаешь тренером, да, я вот, например, благодарен своим всем тренерам за ту возможность обкатывать. Да, то есть я постоянно был в движении, постоянно был в соревновательном таком процессе. Ну, много было соревнований. Да, а сейчас, несмотря на то, что соревнований, на мой взгляд, по-моему, не меньше, но все опирается в финансы, все опирается... Ну, как-то раньше все катались, я... Сейчас так тяжело обкатывать. Вот я обкатываю, ну, все, либо со своих, либо родителей. Ну, родительские деньги, да. Да. А денег у родителей становится меньше за счет этого, и сложнее. Тяжело сейчас. Конечно. Я просто из-за чего знаю, мне тоже в свое время посчастливилось, я на юге России подрался, тоже по лако, тоже по кику, у меня был там промежуток, я выступал по рукопашному армейскому бою, и был промежуток, и парни тогда все же там кикбоксинг, ты же выходец с каратэ, с кика, давай поедем, и как раз там буквально две недели было времени, тоже подготавливался, и вот, ну, по именно версии вако, по лоу-кику я, ну, катались, мы ездили в Краснодар, да, я проиграл, я вышел в финал, и в финале проиграл Адыгейцу. Ну, я помню, что именно вако-версия, потому что Аякса тогда, они, по-моему... Да, она, по-моему, и позже появилась Аяксу. Да, скорее всего, она позже появилась. Первая вако была, по-моему. Ну, вако, она считается, как самая такая база настоящая. Вот они в сборной России, то есть они формируют сборные, они, то есть, ну, уже все официально на международный, там, турнир, и... Да, потом, по-моему, ну, вот эту... По-моему, Даймонд, вот этот, кстати, Кубок мира с якутскими вот этими алмазами, по-моему, это Аякса и было. Это, по-моему, не вако точно. Да, потому что там тоже было вако. Сейчас я просто смотрю, этот же... Да, сейчас все, по-моему, вако... А они сейчас, да, по-моему, все под вако ушло, потому что Аякса уже нет. Потому что Аякса они вводили вот этот Сэми, Фул Контакт, Лайт Контакт. На самом деле это очень круто, когда в организации в нашей есть люди, которые прошли такие серьезные турниры сами лично, люди, которые имеют свой опыт. У нас немало возникает таких спорных моментов, в которых как раз-таки нужен такой судейский опыт для того, чтобы выявить победителя. В частности, у нас в последнем нашем ивенте было противостояние профессионального бойца Дацаев бился с Карымовым. Если вы помните этот поединок, он закончился решением как раз-таки. И был такой момент, когда Карымова, Данилу, отправили в нокдаун. Мы ему отчитали нокдаун, его так чуть притруханило. И по итогу этого поединка Данила выиграл. Вот здесь такой интересный момент, что даже во время оглашения этого были недовольны. Были недовольны, соответственно. Сторона Дацаева полностью были недовольны. Даже сам Дацаев подошел ко мне к комментаторскому столу, поближе к октагону, который был. И он так ко мне наклонился и сказал, хорошо, что... А, нет, он не сказал, хорошо. Он сказал, он не идет этот поединок в Шердок, да, поэтому, говорит, мне все равно я знаю, что я выиграл. Вот в этом моменте вы как считаете, вот, Коль, ты непосредственно присутствовал внутри, да, то есть от первого лица, так сказать. Почему так получилось, что выиграл Данила? Наверное, потому что система подсчета баллов, она, как мы говорили, да, до этого, что нокдаун это всего лишь очко. Как обычный удар. Да, как обычный удар. И на протяжении, наверное, всего поединка... Трех раундов. Да, трех раундов. Карымов, наверное, таки нанес больше точных и верных акцентированных ударов, за счет чего, наверное, одержал победу. Судьи сидели с разных, получается, ракурсов. Я думаю, там сложно было пропустить. Ну да. Сто процентов знаю за то, что именно наша лига отличается тем, что у нас нет предвзятости абсолютно никакому бойцу, независимо от того, откуда он, независимо от того, какую команду он представляет. Мы действительно очень рады будем любому победителю, соответственно. Мне, кстати, этот бой больше всего понравился. Да, мне тоже понравился, потому что там были амплитудные такие удары. Ну, во-первых, профик парень. Ну, я считаю, если он... Ну, опять же, от себя. Если ты позиционируешь профессионалом, стал с любительным парнем, ну, а Данила Карымов – это любитель. Это любитель, да, больше любитель. Ну, он выступал, но... Я больше акцентирую на как... Не то, что предвзятое отношение, а больше положительных эмоций отдаю Данилу. То, что он понимал психологически, что с ним выходит профессиональный боец. Он собрано собрался, отбился, и... Я думаю, больше плюсов у Карымова. Да, у Данилу. Ну, это опять сугубо... Ну, у него такая менталка, он больше... Ну, человек, который себя называет откровенно на камеру фриком. Да? Анилешник улыбчивый такой... Да, да, он у него... Располагает. Да. Но вот парень этот, профессионал, вот он еще как интересно раскрывался. Посмотри, первый раунд Даня чистую выиграл. Я не знал просто перед этим, ну, вот, бэкграунд вот этого парня. Предысторию, да, Сану. Я не знал, что он профессионал. Я смотрю, и первый раунд, я просто помню этот бой, у меня больше всего понравилось. Даня прям чисто выиграл. А потом, как этот парень включился, и второй раунд, да, когда был нокдаун, во втором раунде, по-моему, да. Да, 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 во втором. Он чисто выиграл, как, во второй раунд. А третий раунд уже по ударам, я помню, что Даня просто там перекидал. Ну, удара два. Причем я... Это был тот турнир, где я реально хорошо работал. Максимально не отвлекал. Я максимально не отвлекался. Я за ним следил. Я каждую палочку, каждый удар вот так тут ставил, и вот у меня где-то два-три палочки было больше у Дани. Вот, там прямо вот такой. Ты на двух руках палочки ставишь? Я, да, я стараюсь. Я развиваю оба полушария. Да. Вот, да. Я сейчас ее зубы чищу ногой. Поэтому, да, чуть-чуть. Кажите. Ну, да. Просто, знаешь, с точки зрения профессионалов трудно, я думаю, когда не один, а четыре профессионала, один в ринге, и трое за октагоном проводят такое судействие, я думаю, трудно было бы ошибиться, потому что это было единогласное решение, как я понимаю, да? Потому что это был единственный турнир, в котором меня добавили в группу, в которой, соответственно, идет переписка судейской. Чему я очень был недоволен. Да? Я говорил, вы чего? Он не наш. Не наш уровень, паридек. Вы куда его добавляете? Ну, кто мы? И как бы... Да, ну, соответственно, это я голос, который... Это дало прозрачность, понимаешь? Нет, прозрачность. Ты прям говорил, что вот тут, ребят, сразу видно купили. Да. Как бы, да, вот. Миша третий раут проспал. Просто приходилось делиться со мной, да? Конечно, это все шутки, а то у нас сейчас есть такие зрители, которые во всем ищут подвох. Так это здорово. Ну и следующее наше противостояние, которое тоже бурообсуждений такое вызвало, это Муцольгов и Ахрименко. Есть мнение, что в войнах... Это вот у него... Это Муцольгов в войнах. Что в войнах перебил и наступал. Я думаю, что было бы правильным разъяснить про количество ударов и акценты. Значимость работы ногами, значимость работы руками. Одинаково ли баллы вообще раскидываются по удары ногой и удары руками. У нас изначально, когда еще первые турниры были, мы собирались с судьями и мы договаривались, что дисциплина это кулачка, ММА, кикбоксинг, неважно, что это будет. Любое действие, то есть удар ногой, удар рукой, бросок, все мы будем оценивать как один балл. Один балл. Один балл. Все. Ну, по-другому никак. И, ну, на самом деле, так и проще. И более, на самом деле, опять же, прозрачнее получается. Потому что, ну, ты... Ну, и подсчет легче ребятам. Ты наглядно видишь, ну, кто победил. Тут, как бы, я не понимаю. Ну, тут такое, на самом деле, судейство. Тут сложно, как бы, спорить. Тут, понятно, ну, у каждого предпочтение. Там, если мне человек этот больше нравится, я всегда буду видеть его победителем, наверное, если он мне, опять же, заплатит. Но... Так много шутим на эту тему, что... Что мне когда-нибудь заплатят. Не забудь поделиться. Не, Абисанин, так ты же уже в группе, тебе не обойдешь. Получается, что... По факту, что удар ногой, что бросков у нас уже, соответственно, не было, потому что у нас турнир был по кику. Кстати, на эту тему мы тоже поговорим. Отдельно поговорим, да. У нас что удары руками, что удары ногами, как один балл оцениваются. Ну, я думаю, что... Коль, ты непосредственно сам в октагоне находишься. Да, там... Ты же непосредственно, если до решения доходит, ты же советуешься с судьями, да, подходишь, подсчитываешь. На решения вообще никак не влияют. Я... На что я влияю, это на рисунок в ринге, да, чтобы... Все было, да, в рамках правил, и... Все по честному, все достоинно, да. А визуально ты вот... Я никак не могу... А визуально, честно сказать, я визуально даже... Не успеваю. Сложно, да, не успеваю. Сложно, и вот как-то у меня все мое внимание, вся концентрация находится на глазах бойцов, чтобы, знаешь, в момент нокдауна, да, в момент нокдауна я смог правильно оценить, плывет он, не плывет, там, нужно ждать ли касания третьей точки, да, чтобы он упал, либо это стоячий нокдаун. В принципе, все. А так... Ну, видно все равно, если перевес большой, да, в чью-то сторону, но оно как-то все равно видно. Ну, а так... А так, да, я думаю, физически он не успевает, Коля, реагировать, смотреть на эти моменты. По поводу боев разобрались. Самый важный момент, я думаю, Осман сейчас поддержит меня, новая версия Кика. Я думаю, дисциплина, ее долго просили, я отдаю тоже большое предпочтение, так как сам выходит с этого вида спорта, Коля тоже, Леша, я думаю, интересно, более зрелищно, не то, что более зрелищно, есть ребята, которые в Кике, ну, не могут раскрыться. Также не хватает соревновательного процесса, и ребята, ну, на самом деле, могут себя проявить. Я вот, на самом деле, как Туйнов хочу сказать, вот он сам выходит с Кика, выступает и по кулачке, и по боксу, и все время топит за кикбоксинг. Вот я бы тоже хотел бы сейчас за этот вид спорта потопить, потому что он, на самом деле, очень красочный, очень зрелищный. А почему бокс тогда преподаешь? У меня... Прибыльно. Ну, сейчас как бы... Вот, money, my ways. А почему? Ну, у меня травмы, у меня тазобедренный сустав под замену, а вы как сказали правильно, что тренер должен сам все показывать, все делать, все это. То есть я все равно там где-то спаррингую, где-то это ребята тоже все приходят на тренировки, все это видят. Я ребят как бы добью всегда аккуратно, чтобы, ну, показывал, что я как бы тренер, я сильнее, ты понял? Унижаешь, да, унижаешь, доминирую, властвую. То есть по-другому, ну, никак. Ну, это сто процентов. Ну, самое главное, это все делать с юмором, чтобы детям нравилось, чтобы они всю информацию впитывали, тогда они полностью солидарен, полностью согласен. Пока не повезло попасть в зал к Карагезу, я его спрашиваю, что все было, что это бомба. Там, там, именно вот он, правильно. Я был старым. У меня спортивный клуб «Династия». Да, 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 да. А вот у него бойцовский клуб «Молот». Там приходишь, там сразу на гвозь не наступаешь. Там сразу с гвоздей, там сразу с гвоздей, там сразу запах тебе дает понять, где ты, да, понял, ставят тебя на место. Не, не, я был старым зал, да, вот в новом зале, сейчас новый зал у Коли Николи попил у меня, конечно, цоколь на помещении. Да, 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 вообще, даже рассказывать не хочу. Там было наводнение, там у Коли, конечно, сушили. Да, да, сушили. Я очень часто бываю, ну, сравнительно, опять же, бываю в зале у Щербаня, Леши, и знаю, что этот зал, в отличие от других, наверное, вот единственный зал, в котором я нахожусь и думаю, что я где-то у себя в зале, где-то там в «Новороссфайте». Очень много юмора, очень благоприятная такая обстановка самого, самих тренировок. Ты приходишь, отдыхаешь там и физично, соответственно, все спортсмены меня поддерживают, что тренировки – это отдых. И в то же время ты морально отдыхаешь, отвлекаешься от всех своих проблем, там, шутки. Ребята все свои, да, очень все круто, ты встречаешься с ребятами, с которыми там знаком, хорошо к ним относишься, но в городе так бывает, что из-за дел не получается пересекаться, и вот это такой зал, который вот ты туда идешь с удовольствием, ты туда приходишь, и начиная от самого, там, я не знаю, самых дверей, да, и до прям до конца, везде улыбчивые, все знакомые, все свои, и такой прям родной зал. И да, кстати, меня всегда интересовал тот вопрос, что ты сам титулованный кикбоксер, а тренируешь именно по боксу. Да, ну ты ответил на этот вопрос, да, мы уже это… Нет, я вот не могу, вот у меня бокс и кикбоксинг, это вот оба вида спорта в моем сердечке, потому что я вот их люблю бесконечно. Вот, и просто бокс, он уже… На рельсах более серьезный, да, Лёш? Да, и там его, о нем уже все знают, он такой, но вот на самом деле, если углубиться и в кикбоксинг, в нем тоже много, можно много чего интересного найти, много философии, много всего. Опять же, его как развивали? Был момент, были турниры по кику, да, а потом как-то потихонечку она угасала, взять мировую, это Глори, да, Глори был, они делали восьмерки, они делали турниры и потихонечку пошел на спад. После него российский взять этот отнефть, это очень хороший турнир был, очень хороший турнир был, и призовой фонд, да, и профики хорошие, Папин тоже там бился, да, прокатывался. Илья Фреманов, да, он же так нефть выиграл, с Краснодара, парень, вот сейчас One FC, вот сейчас как One FC развивает. Да, они же прям как отдельно этот, да, кик развиваются. Я просто смотрю, вот наблюдаю, в тайских. А, Фреман, он выиграл так нефть? Так нефть выиграл пока один, и он молодец. Ну, а не Кузня, да, по-моему, Кузня. У нас есть очень хороший парень в нашей лиге, вы, наверное, наверняка уже это заметили, Рафик Рафаэлян. Не, я не, безусловно, я говорю, который выступает, Рафик Рафаэлян, он бился в последнем ивенте с Алибековым. Если вам сейчас трудно вспомнить этот поединок, я вам скажу, что Алибеков начал проходить в ноги во время... Да, да, да. И Рафик в красивых шортах сразу. Да, 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 да. Рюбочка такая. Как сделать так, чтобы подобного не повторялось? Вот, как что вот по этому поводу не одевать такую красивую штуку? Алибековым, а дисквалификация, это... То есть, что я ему не проиграл? Да. Ну, как бы он это и говорил, да, потом после боя, что давайте, типа, проведем по ММА, я его... Хотя я заходил к нему на страничку, я перебью, да, вас? Я заходил к нему на страничку, смотрел, у него бои, ну, есть там, он машет и ногами, и руками. Меня очень удивил вот этот вот момент, поэтому мне стало интересно, что вы по этому поводу думаете. Начал проходить в ноги. Хотя Рафик – это боец, который мог бы классный бой дать. Да. Классный бой дать. А я думаю, что, да, я с Колей полностью соглашусь, и тогда же и я выходил в октагон и говорил, ну, если ты заявился на кик, ты же прекрасно понимаешь, у тебя есть регламент боя, правила боя. Зачем? Ты хотел заявиться в ММА, пожалуйста, ну, для чего ты делаешь? Срываешь бой, и они бы, ну, Рафик закатил бы рубку. Да. Слушайте, ну, мне кажется, еще какие-то санкции штрафные должны быть, может быть, и со стороны. Ну, считай, бой сорван. Хотя бой... Контрактные обязательства у него были бы, а он же первый бой ушел. Да, это его дебют был в нашей лиге, да. Тогда уже, да, в контракте там можно. Просто, да, такой бой сорвался. Я думаю, сорвался он. Почему он так сделал? Потому что он почувствовал жесткую оппозицию, и там было, ну, прям за малым. Я видел, что Рафик, ну, крутил очень, настроен на ноги. Тем более он ввелся в своей стихии. Понимаете? Ну, это... Так, и, ну, я думаю, что одним из самых обсуждаемых сейчас поединков в нашем ростере, в нашей лиге, это был финальный поединок, поединок между Шатаевым и Макартычаном. И по отношению к этому бою сейчас дам такой разгон, а вы уже откомментируете. Очень много людей считает, опять же, что судейское решение было несправедливым. Почему? Я не знаю. Вот вы как считаете, что было в этом бою? Давайте раскроем этот бой, обсудим его. Финальный поединок. Ну, я начну. Да, 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 конечно. Конечно. Я просто два раунда, два раунда таскал. Ну, вообще, три даже, можно сказать, раунда, насколько я помню, таскал Шатаев, просто в последний момент стукнул. Как этого парня фамилия зовут? Макартычан, да. Макартычан, да. Макартычан, Артур. Артур, да, да. Артур, да, помню хорошо, фамилию забыл. В последний момент он хорошечно ему приложился, да, и попал, но за счет этого не может поменяться картина боя, когда он, ну, проигрывал. Это в пятом раунде, когда... Это, да, да, последний раунд. Последний раунд, в пятом раунде он попал. Ну, до этого он же много. Предыдущий раунды он проиграл. Это, как я видел, со стороны ринга, со стороны рефер. Да, был хорошее, было хорошее попадание. Но он встал. Он встал, я удивился, конечно, это сумасшедшая. Ну, был очень сильный. Да, падением вперед, я думал, это глухой нокаут, честно. Да, он еще дал. Да, я уже хотел перевозить макартырю, он оп-оп-оп встает. Он встает, и вот тут, я думаю, ну как, сугубо, опять же, мое личное мнение, что Артур чуть-чуть не подрасчитал. Было время, если я не ошибаюсь, где-то секунд 15, да? Да, да. Секунд 15, 18 до того, что если бы он прицелился, он бы попал бы. Он начал, вот это началась суета, движение, и просто время вышло. Ну, Шатаев тоже, видишь, правильно, грамотно делал. Очень, он начал клинчеваться, конечно. Хоть парень молодой, Шатаев, так же, как и Артур, но он больше обкатанный. Бой показал, что он не то что грязная манера бокса. Он больше чувствовал моменты, где нужно сближаться, где нужно агрессировать, где нужно чуть-чуть нагло ободаться. То есть, он взял опытом, да, больше? Ну, мое мнение, да. Навязал, да, навязал, да. По мне, вот, Артур, у него больше бокса. Его манера боя мне больше нравится, именно как классического бокса. Как он двигается, да, да, да. Он поздно начал. Да, вот. Я думал, поздно начал. Морально, да, поздно начал. Можно скажу, вот, вообще, вот этот вот клуб, вот, ребята, Артур, да, откуда, они все очень техничные, очень это, но вот посмотрите, вот, брать даже их тренера, да, который вышел, Артем, Баранов, Артем. У них именно, я не говорю, что они перегорают или это, им вот чуть-чуть с эмоциями не справиться не могут. Вот, Артем, да, вот он вышел, но, мне кажется, он мог финишировать, да, ну, давай по-честному, в первом раунде. Я, честно говоря, я так, ну, я так и думал, я знаю просто, ну, Тимур выходит со смешанного стиля, да. С самбо. Да, с самбо. И Тимур молодец. Но он вообще был в шоке, он выставил все три раунда, да. Он выставил все три раунда, да. А посмотри, Артем просто, ну, вот, он бил, махал, не попадал, все на эмоциях, все вот это вот, ну. Да, и это прям видно, со стороны видно. И он сам это понимает, он каждый раз говорит, что он не справляется с смешанным. Та же самая проблема была и у Артура, но просто когда, вот это вот я слышу уже неоднократно, когда человек проигрывает все раунды в последнем, там, что-то у него включается, да, вот он выигрывает и потом считает, что его, у него украли победу, его обокрали, да, ему должны были дать за последний раунд. Ну, слушай, друг, ну, для этого и делается три раунда, пять, пять, тем более пять, да, чемпионский. Ты, как бы, ну, выкладывайся, ты зачем сюда приходить? Тем более чемпионский, да, ну, ты, как бы, выходишь, ты выкладывайся. Ну, и тем более тактики, да, по раундам, как бы, когда выкладываться, когда включаться, когда можно чуть повязать, и вот это именно грамотно сделаешь Атаев. Да, может быть, в боксе был. Он очень грамотно вязал, он профессионально подошел к этому, того, что он просто переиграл его. Он понимал, что антропометрия Артура, ну, не даст ему на дистанции работать. И из-за этого он начал вязаться. Конечно, это где-то выводит. Видно было, что Артур психовал, потому что вот этот клинч, он просто, ну, не давал разгона ему. Ну, тем не менее, может быть, там какие-то внешние факторы еще на это сказались, я не знаю. Но вот со стороны, даже, может быть, если я не как судья, а вот как зритель, с точки зрения зрителя, я скажу, что оба бойца смотрелись очень круто. Хочу подметить, что на данный момент, вот когда мы сейчас эту съемку проводим, и для вас это будет как интересной новостью, мы набрали 25 тысяч уже просмотров. Да, поединки действительно были очень интересные. Мне очень прикольно осознавать тот момент, что не только мы с вами это так считаем. Вот. Соответственно, у нас была классная локация, да, Роберт? Да, это был первый турнир на открытом месте в Абрау-Дюрсо. И на следующий год мы планируем провести несколько, не буду точно говорить, но то, что несколько турниров мы проведем, это однозначно. Да, и сейчас у нас такие инсайды, да, интересные. У нас предстоит ивент, в котором будут, опять же, интересные пары. Мы, кстати, взяли под основу стабильность. Вот мы стабильно в одинаковое время начали проводить поединки, турниры точнее, и с каждым разом делаем пары настолько интересными. По прошлому ивенту, я думаю, что это плюс-минус было понятно. Да, конечно, видно, с каждым ивентом пары, бойцы, вот команды даже. По уровню, да. Которые попадают в организацию, блин, интересно, интересно. Я вот, вот эти краснодарские тайцы, да, они же из Краснодара? Да, да. Слушай, я их не видел, на них смотришь со стороны, думаешь, ну, школьников каких-то. Школьники, молодые парни. Сбежали с уроков каких-то. А как нормально? Я как раз такое откомментировал на пресс-конференции, позволил себе такое. Назал их школьниками? Нет, там за 100 боев, да, был разговор? Более 100 боев. Ну, пацану 17 лет, да, сколько? 19. 19 лет. 17, 18, 19 лет ему, молодой. Вот, как ты говоришь, на него смотришь, он прям молодой. И я, соответственно, зачитываю, я зачитываю, более 100 поединков. У меня в голове не умещается, думаю, когда он успел. И я так прикололся, мол, типа, ты в доту имеешь в виду, там, типа, или в контрут и погонял, да, там. В итоге он выходит в ринг, и когда он начал работать ногами. Мне их бензобахи в обор. Да, класс. Они там просто... Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Да, да. Канзоналка хорошая. Опять же, им тоже отдать нужно должное. Парни привыкли в перчатках работать, локтями работать. Вот эти у них перекрытия перекрываются. А тут, ну, я им сразу сказал, парни, это другой формат, чуть, ну, будет жестко. И они молодцы, они подобрались к своему моменту и прям, ну, отработали прям очень хорошо. Да, да, да. Роберт Робертович, к тебе вопрос. Дай нам немножко инсайдов по поводу предстоящего турнира. По поводу предстоящего турнира мы также оставляем кикбокс, оставляем стойку. И конец года, завершение сезона, будем делать большой турнир, где будут проходить ММА, и стойка, и кик. И, скорее всего, мы сделаем два, может, три чемпионских боя, бои вечера, ну, с хорошими противостояниями. Потому что парни тоже просят, застаиваются по поводу ММА. Нельзя огорчать и обижать парней, потому что они, ну, ждут этих турниров и все-таки хотят. Были парни, которые бились в стойке, и по кику, возьмем, к примеру, Зайрбека, опять же, возьму в защиту, парень не хочет простаиваться. И то, что он там проиграл, ну, я считаю, там, не проиграл он там как-то в открытую или еще что-то. Зайрбек с Геленджика. Да, да, классный. Вообще, классный. Это, да. Вообще, они с Геленджика, они вообще такая команда прикольная. Вот шах, да, вот их тренер, блин, они прям хорошие ребята. Ну, парень заслуживает, и, скорее всего, не скорее всего, открою маленький секрет, у него будет чемпионский бой. Сейчас решаем вопрос по поводу соперника. Ну, несмотря на это, знаешь, он именно за Зайрбека, хочу сказать, он парень настоящий. Вот бывает, ты с людьми разговариваешь, и как бы он пытается показаться хорошим, да, но как бы он это не старался показать, внешне-то все-таки факторы есть, которые невербально. Ты человеку чувствуешь. Да, с запашком так чуть-чуть. А Зайрбек на самом деле человек с огромной душой, он располагает свой адрес и зрителя, и тот факт о нем, что он такой прям семьянин, да, который, несмотря на возраст, он его считает, кстати, очень большим. Я не знаю, почему, он каждый раз-то подмечает, я старик. Нет, ну среди молодежи, кто вокруг него крутится, да. Я от себя скажу, что у него очень большой фактор спортсмена – это стабильность. И упорство. Он постоянно тренируется, у него нет такого, у него травмы перед каким-то турниром, не могу сказать там предпоследним, или у него была очень сильная травма, он промолчал, и потом только он мне сказал, что, ну, я не хотел подводить, я все равно вышел на бой. Я смотрю, как-то он себя не так чувствовал, но я знаю, что, ну, физически парень настолько силен. Я приезжал к ним в зал, работал с ним, ну, он на самом деле дизель, у него именно физическая составляющая очень огромная база, и я думаю, что у него на самом деле бензобак очень серьезный. Я к нему стал испытывать симпатии еще о фамилии, когда узнал, что он отец дочери. Я просто как отец дочери, я вот, ну, вот Коля тоже знает. Ты уже? Нет. Ну, вот, это, когда дочь, это ты, это вообще, ты знаешь, да, ты знаешь. Это вообще. Папочки собрались. Это да, это вообще другое. И я вот, у меня, когда вот Дастин Парье, да, вот у него видео, ты видишь, в Инстаграме, он с дочкой поставил. Я чуть не плачу, я сразу к своей бегу. Чему ему? Это очень мило. Там тоже ударь меняет. После того составляющего, что мы рассудили в начале, да, сейчас эту тему тоже коснемся, это очень такой момент для меня интересный. Такие там, типа, брутальные ребята, мастера спорта международного класса, чемпионы мира, кубков и так далее, и так далее, и так далее. Но когда дело доходит до дочек... Ой, ты что? Это вообще... Это нокаут. Это нокаут прямо в сердце, эти грузы, свертошки прямо. Это да. На самом деле, ребят, ну, в нашей лиге-то понятно, что вы... К вам можно на «вы» обращаться, да? Там Горогозов Николай, Щербан Алексей. Для меня вы близкие друзья, с вами всегда приятно поболтать, мне, Роберту Роберту еще. Мы всегда вас рады видеть не только в нашей лиге, не только на соревнованиях, но и вообще, в принципе, вот мы такой новый формат сделали. Это наш первый выпуск будет такого приятного дружеского общения. Опять же, не отдаляясь от основных тем, да, от основных поединков. Роберт Робертович, я думаю, что даст нам следующая дата, в которой мы, соответственно, все соберемся для очередного ивента. У нас есть уже какие-нибудь инсайды, Роберт Робертович? Да, 7 октября будет турнир на новой локации, СК «Патриот». Мы будем обкатывать новую локацию, она больше подходит под спортивную составляющую, больше зрителей вместим, посмотрим. Ребятам будет удобно, там готовые раздевалки, душевые, разминочные. Ну, максимально будем стараться, стараемся для бойцов сделать комфортно. Комфортно в этом масштабах овэнстайл, это первый стадионный турнир. Да, получается. Стадионный турнир, я думаю. А прошлый ивент, я прошлый ивент был, как это называется? Вангарии, да-да-да. Баржа. Баржа, баржа. Баржа, ну да, баржа. Баржа, фонтанчик, вот эта вот бутылочка шампанского. Опен-эйр, все дела. Бомба, да, нет. Ну, к концу года будем подводить итоги, сделаем сейчас нацеленные на межсезонье. Конец года будет, в декабре сделаем, закроем сезон, проведем чемпионские бои. И на следующий год уже распишем несколько мероприятий. Я думаю, в год постараемся полностью прописать, чтобы парни знали, когда будут, какие дисциплины, какие ивенты, где будут подкасты. Мы сделаем тренировочный лагерь. Я думаю, кемп никто не будет против, если, как и Коля, и Леша тоже посетят со своими ребятами, приедут на тренировочный лагерь. Я думаю, что сделаем хороший большой кемп. При этом сделаем съемку, чтобы парни приезжали, как-то развивались. И молодежь видела, что парни... Мастер-класс хорошего тренера я вам организую. Кстати-кстати. Вообще понравится. Я думаю, что к концу года будет много моментов, и мы следующий год пропишем полностью, чтобы ребятам было удобно, и всем, и команде было удобно. Вы зовите, я просто только минуту назад расслабился, понял? Я до этого такой сидел. А почему? А почему? Не знаю, вот как-то это. Слушай, мы с тобой очень часто обсуждали подкаст, очень часто. Этот формат я давно хотел... Кстати, по секрету всему свету, мы давно с Лешей обсуждали такие моменты, как открытый микрофон, подкаст и так далее. Ну, как... Потому что, знаешь... Мечты сбываются. Да, потому что, блин, я обращаю внимание, что во время разговора элементарно, там даже мы с тобой, да, Коля где-нибудь может там увидеться, вот эти разговоры, у меня настолько много разговоров с людьми, вы знаете прекрасно, что я работаю с людьми, я работаю агентом недвижимости, да? Небольшая реклама, да. Небольшая реклама, да. Непосредственно у меня диалогов очень много, очень. В течение дня я могу там... Скажу вам так, для сравнения, у меня 3,5 тысячи минут в месяц, и как бы я оплачиваю каждое первое число. 3,5 тысяч минут по телефону, я не говорю про личные встречи. И они мне хватают до 25-го, 5 дней я оплачиваю ежедневную оплату, чтобы вы понимали. Тот кайф, который я получаю в разговоре с вами, вот в этом подкасте все они присутствуют, у меня сегодня еще будут гости, да, у нас. Блин, я очень хотел, чтобы зрители узнали вас лично, люди, которые смотрят каждый раз наши выпуски, чтобы знали, кто вы есть, не просто люди, которые поднимают таблички еще раз, не просто те, которые судят поединки. Я очень рад, что сегодня вы были нашими гостями. Спасибо большое, что выделили нам время, рассказали, раскрылись, так скажем. Спасибо, все супер вообще было. Да, я надеюсь, что эти подкасты у нас будут регулярными, и вы будете еще у нас с гостями. Я вот Кольку увидел. Да, кстати, мы сводим людей, вы давно не встречались, настолько заняты. Кстати, настолько похожи у вас судьбы, настолько похожи у вас истории. Сильно, очень сильно, я послушал Колю, думаю, блин, вот я подглядел. Видишь, как наши менеджеры работают, подбирают специально гостей, надо дать должное команде. Чтобы долго не разводили, один рассказал, и у меня то же самое, и дальше. Да, да. На самом деле, мы когда собирали людей для подкаст, ваша пара максимально похожа, то есть у вас в обоих спортивные клубы, у вас в обоих спортивные семьи, у обоих есть дочки любименькие, у вас в обоих очень много интересов, истории, знакомых. В общем, вы очень крутые ребята, спасибо вам большое. Спасибо, спасибо. Мы еще придем, я приду, даже если позоветесь. Здесь многое, что рассказать. Да, как-то так. Все, спасибо, ребята. Спасибо. Да.